Обаяние ее сверхъестественное, ибо в ней воплощены все невероятные знаки красоты, коими наделяют поэты своих возлюбленных. Именно так описывает Дульсинею Табоску главный герой самого знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Именно в честь дамы сердца странствующего рыцаря была названа Котохранительница Школы Старинной Музыки и Искусств Кантором. Появилась она совершенно загадочным образом. Просто однажды осенним вечером открылась дверь, и Дульсинея зашла в школу и решила, что будет здесь жить. Сначала мы немножко сопротивлялись, а потом мы поняли, что выгнать эту кошку совершенно невозможно. Она здесь прижилась, и теперь это просто настоящий живой талисман школы. Дульсинея контактная, но своевольная, общительная, при этом самодостаточная. Спектр ее интересов весьма обширен от старинной музыки, народных и придворных танцев до средневековой книжной миниатюры и каллиграфии, искусства фехтования и стрельбы из лука. Дульсинея разрешено гулять по любым помещениям школы, а вот ее средневековым кота-предкам подобной вольности не дозволялись. В средние века одним из главных врагов человечества были крысы. Они переносили болезни, пожирали запасы, портили имущество. От серых полчищ спасали кошки, чем вполне оправданно заслужили всеобщую любовь и признание. Единственные места, где кошек не любили, это как раз книжные мастерские, потому что кошки очень любили там следить, так сказать, лапками по средневековым рукописям, оставляя там отпечатки. Есть даже сохранившиеся книги 16 века, где есть кошачьи отпечатки лапок. Дусиным лапкам рады в каждом кабинете. В школе считают, что если пушистый талисман заглянул на какое-то занятие, оно пройдет продуктивнее и веселее, а новый материал ученики усвоят лучше. Кошка не вредит рабочей атмосфере, зато вдохновляет присутствующих на творческие подвиги и интеллектуальные завоевания, как и положено истинной прекрасной даме. Субтитры создавал DimaTorzok